МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Илья Рыков. И вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы увидите. Память о героях. Глава округа Андрей Иванов посетил мемориал в Кубинке 10 и обсудил этапы работ по реконструкции. Непростая работа. Андрей Иванов наградил сотрудников госавтоинспекции за проявленное мужество и отвагу. Запах газа в подъезде. В Варвихе прошло учебно-тренировочное занятие. Победители чемпионатов. О секретах профессионального мастерства рассказали спортсменки волейбольного клуба Заречья Одинцова. 7 августа 1565 года первопечатник Иван Федоров и его помощник приступили к изданию в Москве «Часовника». Это следующая книга после апостола. Издание отличается четким красивым шрифтом и фигурными заглавными буквами. Это сборник повседневных молитв. Его использовали при обучении грамоте. В издании Федорова содержатся предисловие и послесловие, которые написаны от имени печатников. Всего сохранились шесть публикаций. От первого издания остался один экземпляр, который хранится в Брюсселе, а второй в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас. Во время Северной войны у острова Грэнгом 7 августа 1720 года произошло морское сражение между русским флотом и шведской эскадрой. Российские моряки смело бросились на абордаж и в рукопашной схватке овладели четырьмя шведскими фрегатами. Остальные корабли поспешно отступили. Победа при Грэнгоме укрепила положение русского флота в восточной части Балтики, а также дала возможность русским войскам укрепиться в районе Аланских островов. В честь победы была выбита медаль с надписью «Прилежание и храбрость превосходят силу». Во время Великой Отечественной войны советский летчик Виктор Талалихин 7 августа 1941 года совершил первый в истории авиации ночной таран вражеского самолета. Во время ночного воздушного боя около Москвы противником был немецкий бомбардировщик. Сбив его, раненый летчик в последнюю минуту смог выбраться из падающей машины и на парашюте приземлился на землю. За этот подвиг Виктора Талалихина удостоили звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 7 августа отмечают профессиональный праздник сотрудники службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации. Служба стала правоприемником 9-го управления КГБ, занимавшегося охраной руководителей Коммунистической партии и правительства. Структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну. Также сегодня отмечают праздник успения праведной Анны и Международный день прощения. 7 августа 1954 года во Владикавказе родился советский футболист, российский тренер Валерий Газаев. В чемпионатах Советского Союза он провел 283 матча. Был двукратным чемпионом Европы среди молодежных команд, бронзовым призером 22-х летних Олимпийских игр. В 1986 году он перешел на тренерскую работу, а в 2002-2003 был главным тренером сборной России. Валерий Газаев награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета за большой вклад в развитие футбола и высокие спортивные достижения. А еще в этот день родились американская актриса Шарли Стерон и советский и российский рок-музыкант Михаил Грашенев. Мемориал Великой Отечественной войны в Кубинке-10 хранит останки 203 военнослужащих. 58 из них опознаны. Объект признан памятником культурного наследия. Благодаря федеральной программе начались работы по его реконструкции. Глава округа Андрей Иванов посетил исторические места и обсудил этапы работ. Подробности у Полины Ваховой. Акуловский рубеж. Именно здесь, вблизи Кубинки, был остановлен натиск фашистских войск. С 1 по 4 декабря 1941 года здесь шли кровопролитные бои за родину, за Москву. Останки русских солдат поисковые отряды находят в этих местах регулярно. Все они покоятся на территории у памятного знака, установленного в честь воинов 32-й стрелковой дивизии. Этот памятник возводился как бы частями. Сначала основной пушка была установлена, мы его называем памятный знак. Потом в 65-м году похоронили, перезахоронили сюда остатки воинопоставнос. Это приехали люди с Алтая, установили. И вот каждым годом, каждым годом, каждый годом этот памятник наращивался. Сейчас здесь захоронено уже 203 военнослужащих. 58 из них опознаны. Николай Корнеевский три месяца тщательно изучает каждую фамилию и вносит коррективы. Сейчас же внуки, правнуки пытаются узнать о судьбе своего предка, который погиб во время войны. И если эта фамилия правильна, то он на нее выйдет и найдет даже место захоронения. А если она искажена, он не найдет. Наша главная задача – сохранить историю этого места. В течение двух лет готовилась документация и сметные расчеты, чтобы начать реставрацию мемориала. Он является памятником культурного наследия и был включен в федеральную программу. На начальном этапе реставрации глава округа Андрей Иванов посетил историческое место и обсудил план работ. Замена вот этого асфальта на брусчатку, ступеньки, вся закодная группа. Полностью замена бордюра, покраска, реконструкция памятника и плита. Уже начали снимать асфальт. По планам здесь будет большой мемориальный комплекс в едином стиле. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Глава округа Андрей Иванов наградил сотрудников госавтоинспекции за проявленное мужество и отвагу. Алексей Ипполитов спас людей из пожара, а Максим Соловьев не оставил в беде водителя сломавшегося автомобиля. Отрадно, что такие сотрудники работают в нашем округе, заключил глава. Рассказывает Полина Бахова. Таких героев надо знать в лицо. Два сотрудника госавтоинспекции, не задумываясь, пришли на помощь в критических ситуациях. Так Алексей Ипполитов предотвратил пожар в жилом доме. Находился на маршруте патрулирования. Увидел огненную вспышку вблизи деревни Ахулово, в СНТ. Ну и незамедлительно проследовал туда. Прибыв на место, увидел, что хозблок горит рядом с жилым домом. Принял мер по эвакуации людей из жилого дома и пытался сдерживать огонь, распространение огня непосредственно. Он боролся с пламенем до приезда пожарных. А Максим Соловьев не проехал мимо заглохшего на оживленной дороге автомобиля. На переезде в Больших Веземах стоял очень долго в пробке. После переезда машина заглохла. Причина была непонятна, машина просто не заводилась. Вокруг были фуры, движения интенсивные. У меня в машине находилась двухгодовалая дочка. Успокоил растерявшуюся маму, отрегулировал движение и обезопасил сломавшийся автомобиль. Перекрыл движение для того, чтобы проезжающие в попутном направлении транспортные средства не совершили столкновения. Так как машина стоит и водители у нас очень внимательные, иногда отвлекаются. Максим Соловьев три часа провел на месте поломки, дождался приезда эвакуатора. За такое неравнодушное отношение к людям в непростых и подчас критических ситуациях сотрудников госавтоинспекции наградили благодарственными письмами. Глава округа пожелал им успехов на служебном поприще. Ведь именно такие герои служат для всех примером. Я хотел бы сказать, что мы гордимся такими сотрудниками ДПС, как вы. Такими добрыми, отзывчивыми, неравнодушными. Оставайтесь, пожалуйста, такими навсегда. И на вашем примере. И остальные ваши коллеги тоже учатся от этой человечности, чего нам в жизни многим не хватает. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». В Риотове скоро откроют третий детский технопарк «Изобритариум 3.0». Там будут совершать открытия и творить промышленные дизайнеры, нейротехнологи, а также специалисты в сфере IT-технологий. Еще одно отличие. В здании на Юбилейном проспекте будут занятия для тех, кому исполнилось 5 лет. Для маленьких учеников подготовить специальную площадку с бассейном и, естественно, научной лабораторией для проведения различных опытов и экспериментов. Открытие запланировано на сентябрь этого года. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Социальную ипотеку в Московской области вручили еще 31 медработнику. Торжественное событие провели в Доме правительства Московской области. Сертификаты получили врачи, медицинские сестры и фельдшеры. Для медиков в Подмосковье реализуется целый комплекс мер социальной поддержки. Им предоставляют бесплатные земельные участки, компенсируют аренду жилья, реализуют программы «Земский доктор» и «Приведи друга». В этом году свидетельство на покупку жилья получил уже 161 человек. Дорожники Подмосковья отремонтировали автобусные остановки в семи городских округах Московской области. Работы по обновлению провели на Пятницком шоссе в Солнечногорске, Калининградской улице в Королеве и других районах. Новые павильоны выполнены из специальных сверхпрочных материалов. Однако в Минтрансе жители и гостей Подмосковья призвали бережно относиться к объектам дорожной инфраструктуры. Аграрии Подмосковья начали собирать урожай голубики. Ягодные кусты занимают 20 гектаров земли. Условия для них максимально благоприятные. От пересыхания спасает капельный полив и опилки. Сначала созревают ранние сорта, потом поздние, так что ягоды будут собирать до осени. Голубику выращивают в Серебряных прудах Подмосковья уже шестой год. В прошлом году здесь собрали 20 тонн ягод. В Барвихе прошло учебно-тренировочное занятие «Запах газа» в подъезде многоквартирного жилого дома. Для сотрудников различных служб и ведомств инсценировали ситуацию по утечке газа. Подобные учения позволяют отработать взаимодействие газовиков с другими оперативными службами округа. Материал Екатерины Крамор. Первая. Обнаружена концентрация 1% в квартире на первом этаже, квартира номер 80. Обнаружение утечки газа, вызов экстренных служб и дальнейшие действия для предотвращения аварийной ситуации. В поселке Барвиха прошли учебно-тренировочные занятия по плану взаимодействия служб и ведомств округа. Проходят они на каждый РС район эксплуатационной службы. Район эксплуатационных служб у нас 65, аварийно-диспетчерских участков 69 во всем мост Соболгаз. Специалисты отработали действия на внутренних и наружных газопроводах. Они устранили утечку газа в квартире и в подвале. Для того, чтобы подобных ситуаций не возникало, жителям необходимо регулярно проверять газовое оборудование. С 1 января следующего года этим будут заниматься только сотрудники Мособолгаза. Менять вовремя устаревшее газовое оборудование, следить за ним. Ну и, соответственно, при утечке газа, запаха газа вызывали 112. Все службы и аварийно-диспетчерские участки готовы. Задачи выполнили своевременно и успешно. В летний период учебные занятия проводят регулярно. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». С 1 августа по 10 сентября в Центральном детском магазине на Лубянке пройдет фестиваль «Путешествия в страну знаний». Главной площадкой станет игровая зона на четвертом этаже. Гостей ждет выступление театральных коллективов, серия творческих мастер-классов, а также встреча с писателями. На школьной ярмарке можно будет приобрести рюкзаки, мешки для обуви и пеналы. Покупатели смогут поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу» за 5000 рублей, по условиям которой можно выбрать 35 товаров для учебы. Вход на ярмарку и фестиваль свободны. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов власти столицы заключили договор о выделении земли под строительство по льготной ставке 1 рубль в год уже с 15 инвестором. Это производитель модулей для создания готовых квартир в домах. Сейчас компания собирает 100 тысяч квадратов модулей. В дальнейшем они планируют увеличить выпуск в 5 раз. Для этого уже возводится вторая очередь завода, затем построят производственный комплекс, где будут изготавливать строительные материалы. В сентябре на базе Московского автомобильно-дорожного колледжа откроется крупнейший в России учебный комплекс. В нем будут обучаться свыше 5000 студентов ежегодно. К началу учебного года в колледже откроют лабораторию по ремонту и обслуживанию электромобилей. В ней студенты будут проводить диагностику электродвигателей и устранять неисправности. В учреждении обновят шиномонтажную мастерскую и оборудуют специальный покрасочный цех. В Лужниках открыли беговой центр в рамках Московского урбанистического форума, который пройдет 17 сентября. Здесь три основные зоны. Две из них тренировочные, дорожки на стадионе, рассчитанные на 160 человек, и зона для общей физической подготовки и растяжки. Беговой центр работает без выходных. Регистрация на бесплатные тренировки и посещения доступна на сайте. Вход на стадион и раздевалки расположен в Южном спортивном центре. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Победители чемпионатов. О секретах профессионального мастерства рассказали спортсменки волейбольного клуба «Заречь Одинцова». Спорт с чемпионом. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла тренировка на открытом воздухе. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. Две Анастасии, спортсменки из волейбольного клуба «Заречь Одинцова» уже не раз представляли Одинцовский округ на различных чемпионатах. О секретах профессионального мастерства и о ближайших планах волейболистки рассказали нашему корреспонденту. Анастасия Барсук начинала спортивную карьеру с классического волейбола. Позже стала тренироваться на открытых площадках на песке. С 2006 года девушка профессионально занялась пляжным волейболом. Мы сначала играли по России, потом начали выезжать за границу, играли очень много мировых соревнований, попали на Олимпиаду в 2012 году. Там сыграли. Это вообще был отдельный фееричный этап, потому что это вообще совершенно другие эмоции. Анастасия Петрова занимается уже пятый год в волейбольном клубе «Заречь Одинцова». За это время за плечами немало побед. Через неделю спортсменку вместе с ее напарницей ждут соревнования в Орле, а в сентябре финал чемпионата России по пляжному волейболу. Это все-таки немножко индивидуальный вид спорта по сравнению с классическим. Все-таки в классическом волейболе шесть человек играет, и там очень многое зависит от команды. А тут как бы все зависит именно от меня с напарницей. И мне это больше, так сказать, нравится в плане игры, что все зависит от самого себя. Спортсменки – действующие чемпионы страны. Они регулярно делятся своими профессиональными навыками и опытом с ребятами из школьных команд. Для привлечения их к этому виду спорта, для популяризации, чтобы дети приходили, не боялись, чтобы дети видели спортсменов высокого класса, чтобы они стремились, что они такие же люди, точно так же пришли детками, и вот что у них получилось, если каждый день тренироваться. Сейчас сезон пляжного волейбола в самом разгаре. Но даже после его окончания у волейболисток уже есть планы – готовиться к зиме. В этом году девушки стали призерами Кубка России по волейболу на снегу. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Вышел гид «Веселая прогулка по Петербургу» для детей-туристов. Буклет уже начали распространять в Москве и Московской области. Главная задача проекта – добиться увеличения числа семейных путешественников. А еще при использовании гида можно выполнять различные задания. Другие новости России смотрим далее. Правительство Российской Федерации хочет вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобную практику отменили два года назад решением ГИБДД. Теперь в правилах дорожного движения появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водители будут обязаны вести машину так, чтобы не превышать установленного лимита. Но помимо лихачей, наказывать будут и тех, кто едет со скоростью ниже 40 км в час. Дальнейшая судьба предложения будет известна после голосования. Тем не менее, проект, скорее всего, отправят на доработку. Роспотребнадзор подготовил предложение отменить анкетирование о коронавирусе для прибывающих в Россию из-за рубежа. Также предлагается проводить выборочное тестирование на COVID-19 только среди прибывающих из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Коммунальщики в Сочи спасли домашнюю красноухую черепаху. Она попала в канализацию. Животное обнаружили во время плановой очистки решеток, которые задерживают на поверхности крупные частицы мусора. Как пояснили сотрудники водоканала, возможно, животное оказалось в сетях канализации из-за нерадивых хозяев, которые решили избавиться от надоевшей игрушки. Сколько времени черепаха провела в канализации, неизвестно. Сотрудники предприятия ее отмыли и выпустили в ближайшее озеро. Утренняя гимнастика помогает проснуться и зарядиться энергией. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла тренировка на открытом воздухе. Провел ее тренер по единоборствам. Посетить ее смогли все желающие. Подробности в сюжете Раиса Киян. Утренняя гимнастика – это отличный способ правильно начать свой день. Простые упражнения подходят для любого возраста. Помогают телу оставаться в тонусе, сохранить молодость и улучшить здоровье. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошло занятие вместе с тренером по единоборству. Участие в нем приняли и Одинцовские активисты «Единой России», вместе с молодой гвардией и участниками клуба «Активное долголетие». Вообще зарядку человек должен проводить ежедневно. Соответственно, если это будет в таком массовом, в таком сплоченном, даже не то, что сплоченном, скажем так, разные люди будут приходить на зарядки и будут проводить какие-то именитые спортсмены или просто спортсмены, физкультурники. Я думаю, это только плюс, минусы не будет точно. На летней сцене спортсмены спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам продемонстрировали элементы разминки борцов, приемы в стойке и элементы прикладного самбо. Тренировка была уникальная, потому что это проект «Здоровая Одинцовская семья». Проект в рамках нашей спортивной семьи, проект «Самбо» в Одинцово будет несколько дней подряд. И мы рады, что мы сегодня познакомились с замечательным человеком и сделали утреннюю зарядку с чемпионом по самбо Дмитрием. Проект «Самбо в парках» организован совместно с Федерацией самбо Московской области и партией «Единая Россия». Он пропагандирует здоровый образ жизни и систематические занятия спортом. В завершении мероприятия юные самбисты выполнили несколько акробатических трюков. В Звенигороде проверили состав воздуха. Пробы отбирали в четырех точках – на Дмитровской улице, на проезде ветеранов, у жилого комплекса «Ракитня» и на улице Чайковского. Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нигде не выявили. При этом во время проведения замеров специалисты почувствовали запах гари. На эту локацию отправили инспектора экологического надзора. Об этом пишет телеграм-канал про округ, а о других событиях в округе, которые обсуждаются в социальных сетях, расскажем в нашей следующей рубрике. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 12 августа состоится День спорта. С восьми утра и до трех часов дня там проведут ряд спортивных мероприятий. Гонки на лыжероллерах, скандинавская ходьба и йога, мастер-класс по самообороне и розыгрыши призов. Главное, не забудьте зарегистрироваться. Об этом пишет телеграм-канал про округ. Идет прием заявок на конкурс «Самый зеленый двор Подмосковья». Жители могут поделиться фотографиями своих цветущих дворов, где они вместе с соседями создали клумбы. Главное условие участия – любовь к своей территории и нестандартный подход к озеленению двора. Сроки подачи заявок с 1 по 14 августа. Подробнее об этом можно узнать на сайте конкурса. Об этом сообщает телеграм-канал про округ. Акушер-гинеколог Людмила Голованова из Одинцовской областной больницы получила жилищный сертификат по областной программе «Социальная ипотека». Она работает в Подмосковье с 2017 года и жила в служебной квартире. Теперь врач присматривает себе жилье поближе к работе и совсем скоро будет отмечать новоселье. Об этом сообщает телеграм-канал Иванов Лайф. «Социальная ипотека» С ними пытаются связаться, чтобы передать находку. О других событиях в мире расскажем прямо сейчас. Мексиканские археологи обнаружили следы древнего поселения. Местные жители сообщили им координаты холмов, где стоят древние камни. Ученые организовали полевую экспедицию. В результате они нашли 26 курганов. Высота самого крупного – 25 метров. К нему прилегают постройки правильной квадратной формы. Город Апанкеликан упоминался только в доиспанских кодексах майя. Его местоположение оставалось до последнего времени неизвестным. Ученые пришли к выводу, что им, скорее всего, удалось найти именно затерянный город. В Австралии появился новый зоопарк, в котором настоящих животных заменили на 3D-проекции. Территория там поделена на несколько тематических зон – животные Африки и Арктики. Для погружения посетителей в атмосферу специально изменяют температуру воздуха и используют специфические запахи окружающей среды. На входе выдают специальные 3D-очки. Ученые из Университета Эмори научили нейросеть определять риск развития диабета по рентгеновским снимкам. Искусственный интеллект тренировали на более чем 270 изображениях и данных медицинских карт 160 тысяч пациентов. Свои выводы модель строила на основе расположения жировой ткани в верхней части тела. Также планируют внедрить модель в электронные медицинские системы. Ученые предполагают, что этот метод можно будет использовать для диагностики других нарушений, включая сосудистые заболевания и сердечную недостаточность. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем 29-31 градус, ночью до 24. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежи». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это была программа «Утро» на ОТВ. Всего вам самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин